Мы с вами находимся в научно-образовательном центре инновационных технологий в логистике. Здесь учатся много специалистов из ближних стран, из СНГ, в том числе из Таджикистана, Узбекистана. У которых есть производства, такие как Adidas, Uniqlo, H&M. Все они используют радиочастотную идентификацию для учета своей продукции. Данная лаборатория – мозг нашего центра, поскольку здесь собрано большое количество программного обеспечения, которое позволяет управлять и планировать цепочки поставок. И с вузами Узбекистана у нас очень хорошие связи. Они к нам приезжают постоянно и приглашают нас на конференциях, и по учебному процессу. Мы здесь, по отношению к 어느 revenu-ч rested у программ seraitñas. Хотим т , по следующим годам, пусть я desarrollал amendmentерен СССР. Здесь мы к новому туризму, когда мы получили много quanите на инстанцию. Надеюсь, чтобы тогда было капельных сотрудников. В этом году мы pendेем 쪽 gezинку, надеюсь, сresso ideas в решении. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Также здесь находятся такие системы для комплектации заказов, как Peak by Voice, Peak by Vision, Peak by Light. И представлены две основные системы, с которыми наши ребята учатся работать и взаимодействовать. Это система штрихового кодирования. На коробочках представлены штрих-коды. Ребята их считывают с помощью терминала сбора данных. И технология RFID, радиочастотная идентификация, в которой студенты также используют терминал сбора данных. И с помощью него считывают метки. Метки, соответственно, есть двух типов. Это метки активные, транспондеры. Их используют на платных дорогах. Они могут принимать и передавать сигнал. И также метки пассивные. Это наклейки с проводом внутри, с проволокой внутри. Соответственно, это более популярный тип меток. Их используют достаточно большое количество производителей, у которых есть производства, такие как Adidas, Uniqlo, H&M. Все они используют радиочастотную идентификацию для учета своей продукции. Наши ребята учатся работать с этими двумя основными системами. Учатся выбирать одну из них для нужд предприятия. И по типам продукции выбирают, какая из этих систем будет эффективна на том или ином производстве. Тут, в принципе, на экране ничего такого нет. Если будет интересно, я потом запущу. Самое интересное вот там сбоку у окошек. Сейчас мы с вами находимся в лаборатории Case Study. В данной лаборатории находятся множество кейсов, практических заданий, которые решают наши студенты. А также в этой лаборатории проводятся деловые игры. У нас есть библиотека деловых игр, в том числе разработанных самостоятельно. Например, такая игра, как Logic Store, которая позволяет проводить хронометражи логистических процессов на складе, проводить аудит склада. Там такая игра была разработана нашими экспертами нашего центра, который активно внедряется в образовательный процесс. Также мы проводим такую игру, как Beer Game. Это игра для дистрибьюторов, позволяющая увидеть эффект хлыста в действии. И, например, такая игра, как CrossDog, которая позволяет нашим студентам разобраться в цепях поставок. И, опять же, глубже понять проблемы, с которыми сталкиваются транспортники, поставщики, потребители при организации цепей поставок. И позволяют уже на этапе обучения столкнуться с какими-то ситуациями, которые могут у них произойти в жизни. И попробовать проиграть несколько вариантов того, как можно выйти из этой ситуации, как ее можно решить, и без каких-либо лишних затрат, потерь. Поэтому мы стараемся все эти кейсы и деловые игры внедрять в образовательный процесс, чтобы нашим студентам было весело и интересно изучать логистику. Поэтому мы ждем вас всех на наших направлениях. Будем рады с вами по взаимодействовать и посотрудничать. Еще один наш студент зовут Илья. Илья, ты откуда сам? С Ташкента. С Ташкента. Когда поступил? В августе 2021-го. То есть на первый курс заканчиваешь, да, получается? Как тебе в целом обучение здесь? Ну, нравится. Ты в общежитии живешь или в общежитии предоставляется, да? А стоимость общежития не подскажешь? В районе тысячи где-то максимум. То есть не проблема для тебя? Ну, для Москвы это очень хорошо. Это очень хорошо. А как-то подрабатывать пытаешься, нет? Ну, сейчас нет, планировано в втором курсе. Ну, при оплате контракта как бы нормально, несложно, справляешься? Ну, у меня бюджет. А, ты на бюджете учишься вообще отлично. То есть наш соотечественник учится на бюджете, как бы проблем с контрактом нет. Сложно было поступить? Усильная подготовка, а так, в принципе, нормально. Ну, если готовиться нормально. Ты готовился, долго готовился? Ну, вообще два года, но один год карантин был, а второй год вот усердно математикой занимался, физикой, русским. Математикой, физикой, русским, да? Три экзамена. Нет, это был только один. А в Олимпиадах по конкурсу прошел. Ну, отлично. То есть ты отличник сам по себе такой конкурс. Молодец. Что еще рассказал? Какие плюсы, минусы в институте? Что интересное есть там? Наши соотечественники как здесь учатся? Получается. Ну, вроде получается, с таком и есть. Плюсы. Здесь приятные лидеры работают. Приятные. Да, отношения приятные. Самое хорошее – это столовая. Вкусно готовят. Вкусно, вкусно. И недорога, да? То есть отношение к ученикам такое сложение? Хорошее, да. Ну, вообще, есть преподы, которым взаимно все, то есть как вы к нему, так и около. Но по большей части уважают иностранцев. А если, например, вот с русским языком много проблем у наших иностранцев, они могут как-то это… Ну, то есть не помещает ли им это вначале? Ну, если прям совсем плохо, то подготовительные курсы есть, то есть год, а потом уже на учебу. И если же небольшие проблемы, то это, в принципе, вырабатывается, то, что общество все на русском, и они начинают говорить по-русски хорошо. Все, спасибо тебе. Спасибо. Дорогие друзья, следующий студент из Узбекистана. Как вас зовут? Урал. С какого города? Джезак. Ураль, а почему выбрал этот вуз? Выбирая институт в России, я искал то, что ближе ко мне и свое любимое, то, что нравится дело. И вот МАДИ, так удачно совпало, тут направление, которое я хотел, логистика. И логистика сейчас очень сильно развивается в наших странах и странах СНГ. И я в этом видел перспективу. Все, отлично. А насчет университета, что можешь сказать? Учиться здесь тяжело ли? И можешь посоветовать другим нашим абитуриентам, которые хотят поступить именно в этот вуз? Хорошо. Учиться тут совсем не сложно. Если есть желание, и желание учиться и получать знания, то совсем не сложно. Есть много ребят, которые помогут, и преподаватели очень лояльны. И в любой непонятной ситуации можно обратиться к ним и за помощью. Все, отлично. И многие, как сказать, наши абитуриенты хотят учиться в одновременной и работать. Вот ты же частично работаешь, правильно я так понимаю? Да, я частично иногда подрабатываю. Подрабатываю, но предлагают работу иногда в универе преподаватели или выходят вакансии на немного подработать. И, ну, можно подработать немного и что-то себе отложить. Да, университет предоставляет возможность. Возможность предоставляет, да. Все, отлично. Спасибо за внимание. Спасибо вам тоже. Дальше учет. Всего доброго. Ребята вышли на объект, особо не ерепенились, но во все услышанность заявили, что они не самоубийцы. Больше на этом объекте они никогда присутствовать не будут, потому что подставляться под гарантийные обязательства, естественно, никакого желания нет. И вырезали себе на память из четвертой полосы МКАД, это вторая левая, то есть вторая скоростная полоса, вот этот вот образец асфальтового бетона. То есть это фактически абсолютно реальный асфальтовый бетон, который проработал в условиях трафика Московской кольцевой автомобильной дороги по имену полтора года. До чего дошел, тут видно достаточно наглядно. Это колья, износная колья. Знаете, в любом случае колья бывает пластическая на правых полосах, где в жаркий летний день фуры продавливают асфальтобетонное покрытие, а тут в чистом виде износная колья. Кстати, маленький любопытный пример. И несколько месяцев назад на вашем месте стояли представители немецких дорожников из Германии. Ну и вот я им рассказываю, показываю колью, и они мне делают замечание. Говорят, вы не правы, колья образуется исключительно на правых полосах движения, а на левых полосах движения колья не бывает. Ну и пришлось с ними немножко подискутировать на эту тему, что это у них не бывает, где запрещены шипованные шины, где крайне ограниченно используют противогололедные реагенты, где соблюдают скоростной режим. А у нас, ну, без реагентов никуда, без шипованных шин тоже практически никуда. Ну и вот результат, как говорится, на лице. Знает, что еще рассказать? Знает, последнее время, ну, фактически с 2000 года, мы активно занимаемся вопросами использования серы в асфальтовом бетоне или в серобетоне. Знает, речь идет о использовании вот такого вот материала. Добавка? Это не добавка, это, если говорить о серобетоне, то это полноценное вяроще. Вот это серобетон. Знает, мы привыкли, что слово бетон ассоциируется с наличием цемента и воды. Так вот, в этом образце ни цемента, ни воды нету. Знает, стопроцентные функции вярощего выполняет серы. При этом, если традиционно бетонные смеси мы готовим, ну, при естественных температурных условиях, то вот это горячая технология. Тут температура изготовления где-то 130-150 градусов. И эта технология полностью может быть реализована на любом асфальто-бетонном заводе. Поэтому вот тут есть путаница. Делаем бетон, но на асфальто-бетонном заводе. Есть примеры таких проводов? Знает, я могу сказать, знает, серобетон пока нет. Но в 2021 году Росстандарт утвердил с нашей подачи государственные стандарты России на серобетонные смеси и серобетон. И вот сейчас мы активно пытаемся, так сказать, реализовать этот материал. А вот что касается серо-асфальто-бетона, то в свое время, опять-таки, по нашей инициативе были разработаны предварительно национальные стандарты Российской Федерации на уплотняемые серо-асфальто-бетонные смеси, на щебеночно-мастичные серо-асфальто-бетонные смеси, на литые серо-асфальто-бетонные смеси. Но в связи с коренным изменением нормативной базы в Российской Федерации, когда появились новые стандарты на асфальто-бетон, ну, у нас получилась некая пауза с нормативными документами по серо-асфальто-бетонным. По той причине, что мы не успеваем за, так сказать, изменением в целом нормативной базы в стране. Но, тем не менее, теперь я могу сказать, вот эти вот предварительно национальные стандарты, о которых я сказал, на серо-асфальто-бетонные смеси, полностью адаптированы и введены в действие в Казахстане. Уже используются. И даже могу сказать, что в 1918 году на территории аэропорта в городе Астана, или на Султан, как теперь, было уложено покрытие на перроне, на рулежных дорожках из серо-асфальто-бетона. При этом отличительной особенностью было то, что работы проводились при температуре минус 16 градусов Цельсия, когда обыкновенный асфальто-бетон использовать нельзя. Знаете, что еще можно вам сказать? Ну, помимо всего прочего, ну, с 90-х, даже с 80-х годов прошлого века мы активно занимаемся, помимо дорожестроительных материалов, еще и вопросами, связанными с диагностикой транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, и мониторингом дорог. Ну, и вот в связи с этим в 2007 году по указанию правительства города Москвы мы разработали, создали 10 передвижных дорожных лабораторий, которые по сей день, ну, верой и правдой, как говорится, служат городу. Практически каждую ночь выезжают на улицы города Москвы. Знаете, завтра одна из этих лабораторий на форуме будет присутствовать. На это вот такие лаборатории, я не знаю, сможете это запечатлеть, но в любом случае, я повторяю, в 2007 году 10 таких лабораторий было создано, при этом отличительная черта этих лабораторий то, что они создавались руками двух моих аспирантов и четырех моих студентов. То есть это, ну, чисто, как говорится, мадийское творение. В 2018 году мы по заданию московского правительства сделали еще три лаборатории. То есть на сегодняшний день 13 таких машин выраздят просторы города. Знаете, что они умеют делать? Оценивают продольную ровность проезжей части, поперечную ровность, в том числе фиксируют колейность. Фиксируют любые дефекты на поверхности проезжей части, которые имеют размеры более одного сантиметра. То есть это и выбоины, и ремонтные карты, и элементы горизонтальной дорожной разметки, и трещины. То есть любые дефекты, любые объекты, которые на проезжей части можно увидеть, фиксируются этой техникой. При этом любой объект четко привязывается к глобальной системе координат, и что дает возможность, ну, будем говорить, четко позиционировать этот объект. И в случае необходимости повторно выйти на эту же самую точку и посмотреть, что изменилось. Выбоина увеличилась, или трещина разрослась, или все это было отремонтировано. Да, какой вопрос был? Но знает, в принципе, и когда мы говорим термин «мониторинг», то считает, что мониторинг – это мероприятие, которое, ну, протяженное во времени, и позволяет получить необходимую информацию, с одной стороны, для возможности прогнозирования изменения состояния объекта, а с другой стороны, необходимую информацию для выработки объективных, обоснованных управленческих решений для назначения ремонтных мероприятий. Вот, ну, и вот это вот уникальный прибор, который, в частности, мы в 13-м году, в 16-м году тоже приобрели, но это, ну, по сути дела, климатическая камера, которая позволяет провести любые динамические испытания дорожестроительных материалов, прежде всего, асфальтового бетона. К сожалению, открыть не могу, эксперимент в данный момент идет. Что еще вам показать? Ну, знаете, вот, если присмотреться, так сказать, эту установку, так называемый, на четырехточечный изгиб, знаете, вот эта асфальт-бетонная балочка, ну, как говорится, некоторым образом деформируется. Все, я высказался. Спасибо большое. Устраивает? Университет турусу, да, бурар савалылар ингіз болсай, бурар тәкліфтлар ингіз болсай, беймалу күрсатылген телеграм ракамларымызге, оки турнан-доу ракамымызге муравжаттынен, ба, 2022-й илдя Манашул университет талабасы болып, хазыр гипінде ен кераклылы сахалар бойыча мутақасис болушенгіз монгон. Это, Борис, чонакла. Борис, чонакла.